Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня будем обсуждать ароматы, которые заполняют собой все. Почему я решила поговорить на эту тему? Последнее время мне встречались такие яркие парфюмы. Я ловила шлейфы, и я делилась с вами об этом в Телеграм. Кстати, если вы еще не подписаны на Телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, присоединяйтесь к нам. Это активная моя соцсеть, где я присутствую буквально каждый день. Каждый день мы что-то там обсуждаем. Все ароматы, о которых сегодня пойдет речь, я обязательно продублирую в инфобоксе. Оставлю тайм-коды, оставлю ссылки и оставлю свой промокод 10ПАВЛОВА, который позволит вам сэкономить на сайте rendezvous.ru, где представлены не только, кстати, парфюмерии, вы об этом знаете наверняка, но и различная косметика, различные уходовые средства. Поэтому 10% скидка – это хорошая скидка, поверьте мне. Тем более она суммируется со всеми акциями и предложениями. Обязательно заглядывайте и желаю вам приятных покупок. Итак, давайте обсудим ароматы, которые заполняют собой все. Дополнительно на днях я зашла в кафе, здесь у нас недалеко, возле дома, и стояла девушка, от которой очень знакомо пахло. Я сначала не поняла, вот принюхалась, думаю, нет, я сейчас вспомню, что это за аромат, это очень известный аромат. Я вспомнила, и я узнала. Это аромат Intense Cafe от Montal. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Я раньше так фукала от этого парфюма, но он так прекрасно заполнил собой все. Я подумала, может быть, это другая версия, они же есть разные, да? Напишите мне, отличаются они между собой или нет, потому что я обычно слышала в Intense Cafe от Montal такой яркий, очень специфический мускус манталевский. А здесь я не почувствовала, просто прекрасный аромат, но я его узнала, потому что у меня был сэмпл, я помню, как пах этот аромат, и мне не нравилось, как он раскрывался на мне, а со стороны это было очень красиво. Я подумала, надо же, вот он теперь не такой популярный, я все реже и реже его слышу, но вот мне понравился он со стороны. Может быть, опять это та самая история, когда все совпало, и атмосфера, обстановка, и девушка сама была очень приятная, и парфюм как-то, знаете, сразу тоже очень прекрасно раскрылся и прекрасно шлифил. Я в этот момент подумала, что у меня тоже есть манталь, у меня есть несколько представителей от этого бренда, но один из самых ярких, это, конечно, Dark Purple, который, безусловно, заполняет собой все. Вот этот аромат, два пшика, и все, помещение будет пахнуть только им. Я пришла, когда домой, я нанесла этот аромат, мне захотелось вспомнить, потому что ношу я его в основном в прохладное время года, и летом у меня с ним перерыв. Да, здесь есть тот самый знаменитый манталевский акцент. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, сочетание розы, сочетание вот этого мускуса. Но я люблю этот аромат за ягодность, я люблю за вот эту кисленькую ягодку, я вам тоже уже неоднократно рассказывала, это такой для меня взбитый ягодный мусс. Это воспоминания из детства, это когда этот мусс подается с молоком. Мы часто приезжали летом в Эстонию с мамой, и там это блюдо очень распространено, то есть в любом кафе, там неважно, в лидо. Последний раз я в лидо пробовала эти взбитые ягоды, этот мусс. Вот пахнет для меня так этот аромат, и он действительно очень шлейфовый. Я помню, когда я зимой захожу с мороза, ну или осенью захожу с мороза в теплое помещение, у меня даже несколько раз спрашивали, и последний раз это было, когда я забирала посылку свою с Азон, или я не помню, ну или СДЭК, и девушка у меня спросила, чем от вас так вкусно пахнет. Это был Монталь Dark Purple. Еще один аромат из моего парфгардероба, который тоже заполняет с собой все, и когда моя дочка носит этот аромат, и я возвращаюсь уже, допустим, во второй половине дня домой, а она ушла с утра, и вся квартира пахнет вот этой звездочкой от Мюглер, Angel Nova от Мюглер, у меня версия De Toilette, я могу с уверенностью сказать, что да, этот аромат заполняет собой все, причем его не нужно много. Вот он просто такой яркий, и все. Яркий он, многим нравится, я им делилась, кстати, со своей сестрой, которой безумно идет этот парфюм. Это аромат про розочку, это аромат про сладкие личи, я слышу в нем даже какие-то фруктовые аккорды. Все это очень как-то радостно, как-то, знаете, у него настроение, у этого парфюма такое с брызгами, вот у меня он ассоциируется всегда с каким-то хорошим настроением. И аромат действительно заполняется бы все, повторюсь, он очень хвостатый, вот если по коридору кто-то пройдет в этом аромате, все, вот это точно, вы точно это заметите, и он еще будет на протяжении некоторого времени висеть в этом воздухе, этот парфюм. Аромат красивый, аромат очень красивый, и приятный в то же время, нет в нем каких-то отталкивающих нот, он такой к меру кисленький, все в нем прекрасно, и оформление тоже классное. Мне очень нравится, как эта звездочка смотрится в видео на камере, когда я показываю, потому что лампа отсвечивает, и он такой прям вот играет, этот цвет играет, но единственное, что тут немножко заляпано, ну вот так, в общем, красивый флакон. Если вы хотите, чтобы от вас пахло целый день, и даже на следующий день, а если этот аромат попадает на волосы, это просто, я не знаю, вот если вы пока волосы не поможете, пока он будет звучать. Я сейчас говорю про аромат, уточь виси дьявольские интриги, и это действительно, друзья мои, дьявольские интриги. Знаете почему? Потому что, ой, что я так брызнула прям, потому что в этом аромате вот есть все, есть и приторная какая-то пыльца, я думаю, что это от османтуса идет такое впечатление, и сладость такая невыносимая, знаете, кажется, как будто бы, как будто это какой-то сахар жженый, и ваниль, в нем все есть. Но в какой-то момент, раз, и так приятно пахнет, я нашла к нему подход. Для меня это, конечно, too much этот аромат, он вот какая-то в нем нота меня душит. Но я его ношу на запястье, и мне очень нравится, когда вот я что-то рассказываю, или я что-то делаю, и тут раз вот так пахнет им, конечно, тут нескольких пшиков достаточно, и все пространство, я вас уверяю, заполнится этим парфюмом, потому что он, помимо того, что он яркий, стойкий, он еще и какой-то безумно диффузный, разлетается вот во все стороны, и заполняет, повторюсь, с собой все. Для меня это неоднозначный аромат, потому что вот у меня к нему какое-то разное отношение, он один раз меня так придушил, у меня от него голова разболелась, но в то же время я получаю на него комплименты. Он сладкий, он приятный, я даже одно время думала приобрести полный флакон, но я вот честно, после того, как он мне надоел, я передумала. Я решила так для себя, ну, сношу travel версию, тем более он очень дорогой, а потом уже буду думать о полноразмерном флаконе. Да, «Дьявольские интриги» от HVC. Если вы его еще не слушали, я вам рекомендую, тем более вот эти версии, travel версии доступные, вы можете посмотреть, тоже на сайте рандеву они представлены. Послушайте, познакомьтесь, он многим нравится, этот аромат, вот этой своей сладостью. Знаете, вот еще одна история про то, как я ловлю шлейфы. С утра практически каждый день, когда я выхожу из дома, я в лифте еду с ароматом, но мне кажется, что это ганимет. Вот почему-то по ощущениям, мне кажется, ганимет, хотя вот у меня есть гека от Arabesque, но вот почему-то мне кажется, что это не гека, потому что ганимет, он такой более холодный, он как будто бы более металлический для меня, а здесь аромат, хотя они похожи, но немножко этот аромат отличается все-таки. Здесь какая-то зеленца, вот эта нотка бергамота здесь считывается, особенно на старте. Так вот, каждое утро я в лифте, в пустом лифте, еду с ароматом, ну, допустим, ганимет. И тоже мне так нравится, но, во-первых, я ганимет очень хорошо воспринимаю со стороны, но не могу его носить. Гека могу, но тоже иногда. Я, кстати, подумываю, может быть, не знаю, если муж его не будет носить, мне целый флакон не сносить. Я думаю, что... У меня просто одного пшика достаточно. И он тоже заполняет собой все. Я как-то нанесла на блотер, положила в комнате, и у меня, наверное, несколько дней в комнате пахло гека. И мне вот, кстати, навеяло включить его в эту подборку, потому что, действительно, что ганимет, что гека, они заполняют собой вот это все пространство. Ну, классно пахнет со стороны. Напишите, кому нравится ганимет, кто знаком с гека. Похожи они вообще для вас или нет? Для меня похожи. Нота шафрана, нота кожи, их объединяет. Но, повторюсь, гека для меня мягче. Он мягче звучит. Он не такой холодный, наверное, так. Хотя те минеральные ноты, которые заявлены в ганимеде, они тоже привлекательные. Они современные. Они такие, ну, я не знаю, какие-то они немножко отчужденные, да, но в то же время, как будто бы эта холодность, она вас и привлекает. Аромат This is your The Dick Walter. С этим ароматом у меня тоже связана определенная история. Он точно заполняет собой все. Я помню, получила посылку, и моя подружка пшикнула в эту посылку, но я еще не знала, что она именно этот нанесла аромат, но она пшикнула в посылку вот этот парфюм. У меня эта коробка стояла, неважно, где она у меня стояла, в общем, пропахла все этим парфюмом. У меня дочка пришла со школы, тогда она еще училась в школе, потому что это было несколько лет назад. Она мне сказала, мама, чем-то вкусненько пахнет, чем-то сливочным, как будто бы с нотками ореха или пломбиром. Я говорю, я не знаю, это что-то мне пшикнули в посылку. В итоге я спросила, что это за аромат, и она мне сказала, что это This is your. Я помню, я так удивилась, потому что для меня это такое звучание, знаете, оно, во-первых, очень яркое. Я удивилась, что это люкс, я удивилась, что в нем есть вот те самые амбро-деревяшки, да, и в основном это, конечно, в нишевом сегменте используют. Но это такой насыщенный парфюм. Вот эта нота каштана в сочетании с ванилью, она мне дает какую-то такую приятную ореховую нотку. В то же время аромат очень сливочный. Он заполняет действительно с собой все. Им не нужно пользоваться вот так вот как поливашкой, но на мой взгляд. Я этим ароматом тоже очень умеренно пользуюсь. Но как он красиво звучит зимой, какое он настроение вообще придает. Вот если вы его еще не слушали, я вам рекомендую. Только не переборщите с ним, иначе может быть передоз. Вот вы приходите домой, у вас был сложный, трудный день, вы наносите This is her, и вы знаете, вся усталость как рукой, вот просто как рукой все снимает. Он какой-то такой аромат, тоже я его отношу к ароматам настроения, потому что он для меня такой очень, он такой спокойный. Он как будто бы вам говорит, что не переживай, все будет хорошо. И вот именно зимой, когда, знаете, вот эта затяжная зима, когда эта серость, ну в нашем регионе, я имею в виду, я знаю, что меня смотрят с разных регионов, но вот у нас здесь в Петербурге, я думаю, Москва, Петербург, зима долгая в плане темноты, это все, она хоть и мягкая, она не холодная, но вот это серое небо нависнет, и потом уже, даже если вы не склонны к депрессиям, под конец зимы обязательно, обязательно настроение будет на нуле. И помимо витаминок, вот можно еще парфюмерией себе поднимать это настроение, и вот этот аромат, он прям must have, вот прям must have. Купите себе маленький флакон, и вы не пожалеете. Красивый парфюм. Красивый, но его, я говорю, его нужно, им не надо поливаться, вот мне кажется, им не надо, им его нужно такой пшик-пшик, два пшика, и все. Я уже хотела заканчивать, а потом вспомнила, как я на днях садилась в машину, и у меня от сидушки пахло ароматом от Tom Ford Amber Leather. Так часто происходит, когда Дима носит этот аромат, и он остается повсюду. Вот если он посидел на диванчике, если он был за рулем, этот аромат остается везде. Какой он стойкий, это просто невероятно. Это кожаный парфюм для меня в сочетании с цветочными нотами. И цветочность, я это услышала, не сразу, потому что здесь действительно очень яркий старт, кардамоном. Пахнет какой-то, знаете, я как-то в магазине услышала от девушки, что пахнет мазью Вишневского. Она своему, вернее, не от девушки, а они стояли с парнем, общались, она ему дала послушать этот аромат, говорит, ты понюхай, знаешь, какой он вкусненький. А он говорит, фу, он пахнет мазью Вишневского. Действительно, старт, вот есть что-то такое, но это, наверное, за счет вот этих кардамоновых акцентов. Но потом, это такая красивая кожа, я этот парфюм очень люблю со стороны, ассоциируется уже с Димой. Я его носить сама не могу, но мне нравится, как он звучит. Он вполне идеально вписывается в нашу сегодняшнюю с вами подборку, потому что этот аромат, если его кто-то нанес, зайдя в помещение, ну, будет пахнуть. То есть вы поймете, что от кого так приятно пахнет. Аромат очень долго держится, им пропитывается вся одежда. И когда даже рубашки, вот даже после стирки, я замечала, развешиваем рубашки, пахнет от них. Вот настолько он поразительно стойкий. И мне нравится, знаете, когда дома с утра вот это облако из этого парфюма, оно держится тоже очень долго. Классный аромат. Классная кожа. Это моя, наверное, самая любимая кожа, такая мужская. Знаете, она такая мускулинная все-таки. Несмотря на то, что где-то там белый цветочек, где-то жасминчик, в нем тоже есть. Но это не про цветы, конечно. Это про кожу, про мшистость такую серьезную. Ну что, как вам подборка? Скажите мне, понравилось или нет? Я, видите, под впечатлением от тех ароматов, которые я услышала вот на днях, я поняла, что как классно, когда ароматы в шлейфе нравятся. Я вам тоже рассказывала в Телеграм, как Шалемар. Я буквально недавно в магазине хожу. Знаете, в магазине было очень холодно. Я услышала, я буквально вот так по отделам, продуктовый магазин, я по отделам иду, иду, думаю, откуда это так пахнет? Я эту женщину догнала, я услышала, что от нее это пахнет, узнала Шалемар. Пахло очень ванильно, я думаю, может быть, это какая-то другая версия, но база Шалемаровская, но она узнаваема, очень красива. И знаете, вот есть такие парфюмы, которые, ну, может быть, я их сама, может быть, мне самой сложно носить, но они звучат очень классно, очень богато, их невозможно не заметить. И сразу же хочется обратить на человека внимание. Я эту женщину тоже обсмотрела, посмотрела, как она выглядит. Ну, все совпадало, в принципе. Она была, она хорошо очень выглядела, ну, я уже не помню там подробности, но я поняла, что сейчас все реже и реже, встречаются шлейфы, Шельмар, Шанель, Диор. Как-то в основном одно и то же. Либо это что-то такое непримечательное, либо это тяжелая артиллерия в виде кирки, или, ну, в лучшем случае, если это флер-наркотик, или если это что-то такое. Кстати, сегодня тоже, когда вышла на пробежку, передо мной из парадной вышла девушка, и от нее пахло амуаж саншайн. Ну, я подумала, может, это молодая девчонка, но я подумала, может, это не саншайн, может, просто похоже какой-то парфюм, но пахло очень приятно. Мне нравится вообще ловить шлейфами, напишите, какие шлейфы вам чаще всего встречаются в последнее время, будет очень интересно почитать, и поделитесь своими все заполняющими парфюмами, ваши наблюдения мне всегда интересны. Давайте будем прощаться, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, я вам, как всегда, желаю всего только самого доброго, и мы скоро увидимся, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok